Летний легкоатлетический сезон в этом году открылся традиционным весенним кроссом. В нем приняли участие всеобщеобразовательные учреждения города. Организатором мероприятия стал Комитет по делам молодежи и спорта администрации города. С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель отдела по физической культуре и спорту Юрий Карпенков. Мы ежегодно встречаемся. У нас такое впечатление, что сегодня больше всего народу по отношению к прошлым годам. Но сегодня и погода такая прекрасная. Поэтому сегодня собрались у нас самые лучшие представители своих коллективов, которые внесут достойный вклад в победу своей команды, достойное выступление. Поэтому хочется пожелать от всей души показать сегодня самые лучшие результаты. Посоревноваться в беге в этом году решили более 300 участников разных возрастных категорий. Они демонстрировали свою выносливость и скорость на дистанции в 1000, 2000 и 3000 метров. Многие спортсменов признавались, что бег для них не основной вид спорта, но тем не менее он необходим, так как позволяет качественно разогреться перед тренировкой и укрепить мышцы ног. Студентка Великолугского медицинского училища Марина Кремкова бегает ежедневно. Без этого универсального упражнения хорошо играть в баскетбол, которым она занимается, невозможно. Даже перед своим стартом на 2000 метров девушка не удержалась, чтобы не забросить пару мячей в кольцо. Спортом я занимаюсь с 4 лет, поэтому для меня не составляет особой трудности пробежаться 2 километра. Но бег – это мое не основное занятие спортом. Я в основном занимаюсь такими спортом, как баскетбол. Тоже очень подвижно, но бег мне нравится тем, что очень хорошо развивает в себе и силу воли, чтобы добежать до финиша. А самое лучшее – это азарт. Когда прибегаешь, обгоняешь соперника, ты понимаешь, что вот еще немного, и уже ты победитель. Еще одним преимуществом бега является то, что этот вид спорта не требует специальной экипировки или оборудования, а поэтому он самый массовый. В Великих Луках подобные соревнования проходят с середины 60-х годов, и с каждым годом количество участников увеличивается. Вместе с тем улучшаются и показатели спортсменов. Результаты в наших соревнованиях, как правило, улучшаются, но они, конечно, зависят от погоды, потому что погода каждый раз разная. Но сегодня она благоприятствует по улучшению результатов, и мы надеемся, что они будут сегодня хорошие. Что касается бега, конечно, это наиболее эффективное средство оздоровления, и я призываю всех заниматься этим видом спорта. Отметим, что забеги проходили до позднего вечера, а самые достойные спортсмены получили не только заслуженные грамоты и медали, но и возможность отправиться на первенство области по кроссу, которое будет проходить 19 апреля в Апочке.